Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. С кем у вас будет незабываемый интим? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И смотрим, в каких энергиях вы сейчас пребываете. Энергия любви вас просто захлёстывает. Это может проигрываться у кого-то из вас, что вы мечтаете о новой женщине. Вам не хватает этих эмоций. Не хватает причём до такой степени, что вы даже злитесь, может быть, периодически. Что ж такое, не получается. Не могу встретить себе новую женщину. Хочу любить, умею любить. Уже просто пара из ушей идёт. Не могу. Хочется заботиться. Хочется вкладываться. Хочется просто иметь рядом любимую женщину, половинку. Вы на самом деле такой очень эмоциональный человек. Очень впечатлительный, ранимый. Несмотря на то, что вы мужчина. Причём мужчина, вы может быть даже проигрываться с таким импульсивным, вспыльчивым характером. Может быть, даже в чём-то жестковатый. Вы такой, да, такой боец. Вот я сказала бы, вы боец по натуре. Вы стараетесь по жизни, вот как бы тяжело вам не было, стараетесь руки не опускать и всё-таки сами справляться с вашими проблемами. Вот такую вот в одиночку просто. Что у нас в личной жизни? Да, личная жизнь вас потрепала, я вам скажу. Вот у вас были и предательства. У вас была ситуация, когда у вашей женщины вас было двое. Причём, я думаю, может быть, вы даже знали этого человека, с кем она вот встречалась, там изменяла, да. Вашу женщину, вот о которой вы думаете, которая, я думаю, сделала вам больно, да. Есть такой момент. Вы знаете, вот эта женщина, она очень нравится мужчинам. Она интересная, она красивая, там фигуристая, может быть. Ну, то есть мужчины как-то по жизни вообще, ну, как бы поклоняются ей, да. Вот любят таких мужчин. Вот есть серые мышки, да, женщины, на которых и не глянешь, когда пройдёт. А есть такие, что ого-го, вроде бы даже и не красавица, ну, и не особо такая красавица. Но вслед ей будут оборачиваться. Очень много денег вы вложили в свою женщину. Я думаю, если вот вы сейчас возьмёте, кстати, вот я вспомнила, ребята, вот особенно те, кто хочет помириться, кто страдает за предательницей. Есть очень хороший совет. Возьмите вот листок бумаги и ручку, приблизительно хотя бы вспомните, сколько денег вы вложили в свою бывшую женщину. Вот просто запишите. Ну, вот если помните, хотя бы, ну, приблизительно, да, и вы увидите, сколько тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч, может быть, у вас ушло, и вас немножко попустят. А вы вообще готовы терпеть снова унижения, терпеть вот эти все обиды, которые были повторно, да. Вот вы вложили сколько денег, это не оценилось. Вы вложите второй раз ещё столько же. Будет та же ситуация. Никто ценить этого не будет, потому что люди не меняются. Поэтому у вас такая вот ситуация проигрывается по жизни, очень непростая. Она вас очень сильно закалила. Я думаю, вы жёстким стали именно после вот этого вот предательства, которое у вас было. Вот именно закалила вас ваша женщина. Так, на данный момент я пока не вижу претендентки на ваше сердце. Вам хочется, да, вам хочется. С другой стороны, вы ещё как-то вот всё равно вспоминаете, вот вы не отошли ещё от вот этих всех перипетий, которые были у вас с вашей бывшей. Но, тем не менее, всё равно вот нехватка, у вас острая нехватка любви. Давайте-ка посмотрим, какая же женщина будет в вашей жизни, с кем же у вас будет безумный, незабываемый интим. Причём, знаете, вот эта женщина появится, когда немного вас вот попустит, вот через какой-то период. После вот этого вот разрушительного периода, однозначно, женщина, да, вот, женщина, которую вы любили, да, из которой была измена, из которой было разрушение. И через некоторое время появится ваша любимая женщина, причём она настолько новая женщина, имею в виду. Она настолько вот резко ворвётся в вашу жизнь. Это будет такая женщина-огонь просто. Давайте-ка немного её опишем. Что это за дама? У неё был тоже довольно неприятный такой период с мужчиной. Скорее всего, это было расставание с её мужчиной, либо мужем. Это, скорее всего, блондинка, ухоженная, моложавая. Однозначно она моложе вас. Либо же она не выглядит на свой возраст даже. Очень такая активная, очень огненная. Она очень страстная, настолько темпераментная. Знаете, вот у неё такая вот, я бы сказала, даже вот энергетика у таких женщин, вот сексуальность, да, вот она идёт, и её уже как будто хочется, вот такую женщину, да, вот. С ней хочется всегда и везде. Вот она настолько вот страстная, она настолько заводит мужчин. Вот почему-то, вот знаете, есть такие дамы, которые вроде бы она ничего не делает, вот вроде бы она просто там с тобой общается стоит, просто, я не знаю, ты её за руку держишь, но у тебя всё кипит, бурлит, настолько такая вот сексуальная энергетика, просто зашкаливает, да. Напишите в комментариях, были у вас такие женщины или нет, которых хотелось всегда и везде, настолько они сумасшедшую энергетику имели. так, давайте-ка посмотрим, что же будет у вас с ней. Так, у вас будет, знаете, вот поскольку мы касаемся именно интимной сферы, у вас с ней будет разнообразие до безобразия. Настолько, вы знаете, человек, который любит, когда этого много, когда это разнообразно, да, вот я о интиме говорю, она настолько любит, когда и много, и качественно, и страстно, да, это не будет такая, такая, знаете, женщина-бревно, да, вот такое выражение, я его не очень люблю, но тем не менее, такие женщины есть. По этому поводу, знаете, как говорят, что она бревне, акробаты, ох, что и вытворяют, да. Смотрите, человек, который всегда и везде хочет, она такая вот женщина-заводилка-зажигалка. Вот я сейчас пытаюсь вам своими словами объяснить, да, вот то, что я вижу, ну так, более-менее доступно. Вот, ну, смотрите, поскольку вот интим, я пытаюсь так подбирать слова, деликатно говорить, да, чтобы и всем в то же время было понятно. Вот смотрите, это отношения будут, которые начинаются, вот смотрите, вы приходите, допустим, с работы, да, женщина уже готова прямо в коридоре, прямо там чуть ли не на полу, да, вот шалить, так скажем, с вами, да, она готова всегда и везде, причём она будет вас заводить до такой степени, что, я не знаю, на перекуры, наверное, времени очень мало останется, да, вот и смех, и грех просто. Так, что же будет дальше? Вот у вас будут с ней небольшие такие вот, ну, стычки, так назовём это, да, какие-то там трения, да, потому что вот вы две сильные личности, она сильная и вы, а двум лидерам, двум сильным личностям, ну, им, как правило, очень сложно уступать. И, вот знаете, вот после вот этих маленьких ваших стычек, маленьких конфликтов каких-то, у вас будут настолько бурные примирения, у вас настолько будут эмоции зашкаливать, вот именно вот интимом вы будете мириться, ещё интимом таким, что я вам скажу, наверное, раньше у вас такого не было. Вот она научит вас тому, что вы не знаете. Это может быть ещё, что, знаете, она, она включит вам видео, чтобы, ну, как бы так, для перчинки, да, ну, то есть, вы понимаете, о чём я говорю, да, вот для перчинки определённое видео включается, да, и начинаются все эти шалости зажигания параллельно, да, это как бы остроту ощущений ещё больше добавляет. То есть, это женщина, которая, я не могу сказать, что она прям только этим и живёт, но у неё, вот интим, у неё, наверное, всё-таки первое место в жизни занимает. Вот это, конечно, я не знаю, каждый будет судить сам, хорошо это, либо плохо, потому что, если человек, допустим, на семью ориентирован, но на одном интиме семья не строится, но с этой женщиной, вот у вас будет именно и симпатия, да, безумная страсть, вот именно на безумной страсти будет основываться вот это ваше чувство, вот именно будет переполнять чувства, эмоции, потому что, ну, она настолько будет зажигать, настолько будет чудить и вытворять то, что вы, я думаю, вряд ли раньше видели с кем. Скорее, я даже склоняюсь, что вот раньше ваша вот интимная жизнь, особенно, может быть, ну, в последнее время, либо же в последнее время, когда вы были в отношениях, но я склоняюсь к тому, что там были проблемы, большие проблемы, либо же половина ваша отказывалась, да, там голова болит, либо же поссорились, поругались, не хочется, могло проигрываться, что вам её просто вообще не хотелось, потому что тоже, либо же скандалы, придирки, ну, то есть определённые причины, да, то есть уже было абсолютно не до романтики, и поэтому вот эта женщина-огонь, вот эта женщина-ходячая страсть, она появится в вашей жизни настолько неожиданно, что это будет реально новый этап вашей жизни, о котором могут многие мужчины только помечтать, вот именно в интимном плане, да, когда можно наверстать всё то воздержание, которое у вас было за определённый период, когда можно наверстать даже то, что раньше вот вы, может быть, не видели, не делали, даже не думали, что вы такое будете делать, но всё-таки она вас к этому приучит, научит, она подсадит вас на новый какой-то режим дня, может быть, да, потому что я думаю, ночи у вас тоже будут очень сильно заняты, вы понимаете, чем, поэтому как бы надо будет сил подкопить, женщина безумно страстная, вот знаете, ещё ни в одном раскладе не приходила такая вот дамочка, причём, да, смотрите, у вас может быть с ней реально вот эти вот чудо страсти, они перейдут в любовь, вот однозначно, вот гармония полная, даже семья может быть, и любовь, понимаете, вот оно как-то всё в кучу, всё вот гармония и в финансах, гармония в любви, гармония в душе, ну и, конечно же, гармония в постели, то есть это то, о чём мечтает, наверное, любой мужчина, причём здесь взаимная любовь у нас показана, да, здесь и деньги, здесь и любовь, здесь и вот, знаете, вот жизнь такая вот, вот она, если сейчас вот, допустим, у вас штиль, да, вот штиль, переживания, тоска, ностальгия может быть, то здесь вот начнётся период, вот если его можно сравнить, наверное, с ураганом, это торнадо просто, это женщина-ураган вашей жизни, в вашу жизнь ворвётся новый ураган любви, ураган страстей, поэтому, ребята, копите силы, берегите себя и желаю вам всем познать в скором времени этот ураган страстей. Вот такой был расклад, кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и всем пока!